Вот даже не знаю, читать вам или не читать. На самом деле эта книжечка маленькая и это секретное издание написал эту книжку Андрей Курков. Не так чтобы давно, но уже давно. В ней всего 11 коротких историй. Может быть попробуем первого прочесть, а дальше посмотрим как пойдет. Если вам понравится, мы сможем вернуться к этой книжке, если нас не арестуют. Необыкновенность первая. Про новых обитателей высокого дуба. Однажды весной на берег речки вышло очень странное семейство. Папа, мама и сынок. Все они были маленькими, длинноносыми и ни на кого, кроме друг дружки, не похожи. Раньше эта необыкновенная семейка жила на шляпном поле. Среди росших там в изобилии соломенных шляп. Но папа, которому надоело жить в постоянной тени, решил, что пора перебраться куда-нибудь поближе к воде и солнцу. Так они и вышли к речке, на берегу которой рос толстый и высокий дуб. «Какая маленькая елочка!» – радостно воскликнул папа, глядя на дуб. «Да, неплохой кустик», – поддакнула мама, разглядывая верхушку могучего дерева. «Папа, а в этом большом дубе и дупло есть?» – весело закричал сынок. «Он опять все испортил», – огорченно произнес папа и почесал кончик длинного носа. «Общи! Я же тебя учил! Ну скажи, пожалуйста, где в твоих словах есть хоть капелька чепухи?» «Не знаю». «А кто же знает? Ну назвал бы хоть какую-нибудь травинку высоким дубом!» «Ну нельзя же постоянно называть дуб дубом, а лес лесом!» «Да отшлепай ты этого оболтуса!» – ласково посоветовала мама. «Сейчас, сейчас!» – папа подошел к сыночку и погладил его. «Не огорчайся! Я уверен, что из тебя вырастет настоящий чепухонос!» «Конечно!» – поддохнула мама. «А пока он у нас маленький и еще не умеет нести чудесную чепуху!» «Мам, а зачем надо нести чепуху?» «Как зачем? Для удивления! Мы все чепухоносики живем для того, чтобы удивлять и удивляться!» «Ты еще не понимаешь, что в жизни нет ничего лучше веселой чепухи!» «Послушай, чепухоноска, а что, если нам не поселиться в этом темном дупле?» Обратился папа-чепухонос к маме, поправляя съехавшую на затылок полосатую кепочку. «Я с тобой полностью не согласна! Давай не поселимся!» Сказала мама и залезла в дупло, которое находилось в самом низу дуба. «Ну как там?» – нетерпеливо спросил папа, почесывая кончик носа, который всегда почему-то чесался. «Зимой будет холоднее, чем утром!» «Я так и думал! Ахи!» Папа покачал головой и тоже полез в дупло. Маленький чепухоносик обошел вокруг дуба и стал разглядывать речку, которую видел впервые. Вдруг он заметил. Как из воды высунулась рыбья голова. И подмигнул ему. «Чего сюда пришел?» – спросила голова. «Так просто. Мы здесь жить будем. А вы кто?» «Чепухоносики?» «Чепухоносики?» – переспросила рыба. «Это что-то связанное с чепухой?» «Да. Чепухоносик почему-то застеснялся. Мы чепуху носим?» «Бестолковое занятие», – пренебрежительно просила рыба. «Но это ваше дело. Мы – рыба серьезная. И чепуха нас не интересует». «Так вы рыба?» – спросил чепухоносик. «Да, мы – летающая рыба. Но, если хочешь, можешь называть нас подводной птицей». Это по-нашему тоже неплохо звучит. А разве рыбы летают? Ваши местные рыбы не только не летают, но и плавают еле-еле хуже топоров. «Мы недавно в этой речке поселились. Жили себе раньше в Индийском океане. Летали над Сейлоном, парили над вулканами. Вот сюда залетели, как-то решили погостить. Тут у вас экзотика. Темнеет рано, теплеет поздно. Врачи и охотой можно побаловаться. «Скажите, а много вас сюда прилетело?» «Мы одна прилетели. А, ты, наверное, подумал, что нас много, потому что я себя на «мы» называю». Так это от большого уважения к себе. Если ты себя очень уважаешь, тоже можешь на «мы» называться. «Это неплохо звучит». «Спасибо», – смущенно прошептал чепухоносик. «Я попробую». «Да, кстати, а вы кричать по утрам будете или не будете?» Поинтересовалась рыба. «И нет». В этот момент из БПЛА донесся сначала шум, а потом голос папы. «Сынок, ты что там делаешь?» «С рыбой разговариваю», – крикнул чепухоносик и тут же заметил, что рыбья голова уже исчезла. «Кажется, наш сынок уже исправляется», – радостно сообщил папа маме. «Я же говорила, что нет ничего лучше от шлепывания. Видишь, как он быстро стал нести чепуху», – сказала мама. «Папа, а рыба почему-то сказала, что чепуха – это бестолковое занятие». «Не обманывайся, сынок», – рыбы не говорят. «Но ведь ты поверил, что я с рыбой разговаривал?» «Конечно, нет. Это была чудесная чепуха, и потом ты стал обманывать, а это уже нехорошо. От чепухи еще никому никакого вреда не было, а вот вранье может принести одни неприятности». «А как же тогда отличить вранье от чепухи?» «Очень легко. Когда ты несешь чепуху, все улыбаются и понимают, что все это – чепуха». «Если же ты, думая, что несешь чепуху, а тебя внимательно слушают и даже переспрашивают, значит, ты обманываешь». «Папа, ну я действительно говорил с рыбой». Папа вышел из дупла. Почесал кончик носа и приблизился к маленькому чепухоносику. «Вот я тебя отшлепаю сейчас, очки!» – ласково сказал он и погладил сыночка. «Так вы действительно не собираетесь кричать по утрам?» Из речки снова выснулась рыбья голова. «А зачем нам кричать?» Папа-чепухонос пожал плечами. «Папа, вот видишь, теперь и ты с рыбой разговариваешь». «Да какая же это рыба, сынок?» «Это обыкновенная утка». «Что?» «Вы назвали нас уткой?» Возмутилась рыба, выпрыгнула из речки, подлетела к папе чепухоносу и облила его водой с головы до ног. Умник длинноносый нашелся. Можно подумать, ни одной рыбы в своей жизни не видел. И, сделав прощальный круг над папиной головой, она вернулась в речку. Папа поднял с земли полосатую кепочку, выжил и снова надел наголо. «Ты что, купался?» спросила папа чепухонос, вышедшая на шум мама. «Нет», – ответил папа. «Тут только один дождь пролетел». «Кажется, тебе повезло больше, чем травам», обрадованно воскликнула мама, осмотрев все вокруг. «Кроме тебя он больше ничего не палит». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok